Живите ярко, учите иностранные языки с центром инициатива и путешествуйте с удовольствием. Я учитель, учитель, и учитель. Я очень рад, что вы пришли к телевизионным проектам. Я учу танцева и ухаживания по-русски. Я пользуюсь по-русски. И я надеюсь, что вы также пользуетесь по-русски. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Дарья Королева. Мы начинаем наш телевизионный проект. Финский – это просто. Надеюсь, это так и будет. Первый урок – наш знакомство. Финляндия – страна на севере Европы. Общая площадь страны – 338 145 квадратных километров. 10% территории покрыты водой, 69% лесом. Независимость Финляндии обрела 6 декабря 1917 года. Форма правления республика, глава государства, президент. С 1 марта 2012 года эту должность занимает Саули Ниннистё. В Финляндии два государственных языка – финский и шведский. 93% населения страны – финноговорящие и шесть – шведоговорящие. Еще около 1700 носителей саамского языка. Столица страны Хельсинки – денежная единица евро. В 2014 году по версии независимой организации World Justice Project Финляндия заняла четвертое место в рейтинге правовых государств. А финское криминальное правосудие было признано лучшим в мире. Численность населения Финляндии – 5 206 295 человек. И практически все они – кофеманы. В Финляндии потребление кофе наибольшее в мире – более 14 килограммов на человека. Узнаем, как в Финляндии здороваются люди. Доброе утро. Хюва хомента. Ответят просто хомента. То есть слово хюва можно отбросить при ответе. Следующее – добрый день. Хюва пайва. Ну и как вы догадались, ответ очевиден. Пайва. Следующее – добрый вечер. Хюва Илта. Как сказать, ответить добрый вечер? Илта. Ну и напоследок. Доброй ночи. Хюва Илта. Ответ обязательно здесь у нас желаем доброй ночи. Хюва Илта. Есть также приветствия, ну более неофициальные в молодежной среде. Привет просто. Хей. Пока. Очень легко. Хей-хей. Двойное, да? Хей-хей. Пока. Пока-пока. Также есть у нас мой. Привет и пока. Мой-мой. 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 Угу. То есть двойное мой-мой – это пока. Есть у нас приветствия. Также терве. И более официальная форма его. До свидания. Ня-кэ-мин. То есть привет. Терве. До свидания. Ня-кэ-мин. Записали. Ну, теперь потренируемся и узнаем, как же спросить, как дела по-фински. Мита-акулу. Ответ. Спасибо. Хорошо. Ки-тос. Хю-вэ. Ки-тос. Хю-вэ. Хю-вэ. Спросим в диалоге. А у тебя? Энта Синулле. И записали. Вариант. Ничего особенного. Эй-па эрикойста. Ну, может быть, и плохо дела. Плохо по-фински. Ху-а-нуа. Ху-а-нуа. Плохо. И записали еще один вариант ответа. Так себе. Си-на-хан-сэ. То есть, как вот видим, так и произносим. Каждую гласную, каждую согласную произносим, уделяем ей внимание. Си-на-хан-сэ. Ну, такое приветствие. Приедете в Финляндию, вам пожелают, например. Да? На границе. Тер-вэ-ту-луа. Добро пожаловать. Тер-вэ-ту-луа. Ну, а мы из вежливости. Спасибо. Ки-тос. Ну, вот как раз в наших диалогах, знакомстве. Приятно познакомиться. Хауска ту-ту-стуа. Ответ. По-фински да будет йо. Да, взаимно. Йо-самоин. Пошли вежливые формы. Мало ли что, нам надо попросить прощения. По-фински извините. Антекси. Ответ. Ничего. Эй-сэ-митээээээн. Спасибо. Ки-тос. Ну, а мы тут из вежливости. Неза-што. Эй-кешта. Или, пожалуйста. Оле-х-ю-ва. Немножко потренируемся нашу лексику. Потренируем. Наталья поприветствует Елену. Как она её поприветствует? Хэй, Елена. Хэй, Наталья. Елена поприветствует другую Елену. Добрый день, скажет, например, ей. А Елена скажет Ольге, которая приехала только в Финляндию. Добро пожаловать, Ольга. Терветуло. Ну и Ольга скажет Валерии. Приятно познакомиться? Да, взаимно. Отлично, молодцы все. Теперь у меня для вас заготовлен такой подарок. Сейчас мы будем с вами делать инсценировку. Субтитры делал DimaTorzok У нас Елена и Наталья покажут инсценировку встреча друзей. Молодцы. Хорошо, все молодцы. А теперь мы научимся о себе рассказывать. Для этого нам сначала потребуется немного грамматики. Мы узнаем местоимения финские. Повторяем за мной. Мина. Я. Сина. Ты. Хян. Он. Она. Мина. В финском языке нету различия. Хян. Это как и мужской род, так и женский. Дальше. Мы. Мы. Те. Вы. Хе. Они. Ну, также можете записать местоимение Се. Обозначает, когда вы хотите про неодушевленное что-то сказать. То есть это он или она. Также Се называют совсем младенца. Вау-ва. Маленький ребеночек, младенец. Животных. Теперь мы посмотрим тему Вербитюпит. Типы глаголов. Сегодня нам потребуется первый тип глагола. Запишите. Первый тип глагола. Это глаголы, которые заканчиваются на А, Э. Имеют окончание. Сегодня вы узнаете такой глагол, как Пухуа. Говорить. Но чтобы нам сказать Я говорю, Он говорит. Нам для этого нужно выделить основу глагола. Основа глагола Пухуа. Пуху. То есть что мы для этого сделали? Мы просто отбросили окончание Пуху. Теперь мы будем прибавлять окончание местоимений. Значит, окончание местоимения. Мина. Н. Запишите. Сина. Ты. Т. Хян. Происходит удлинение гласной. То есть удлинение последней гласной. Сейчас на примере посмотрим. МЕ. МЕ. Окончание. МЕ. Двойная МЕ. МЕ. ТЕ. ТЕ. Двойная ТЕ. МЕ. И ХЕ. ВАТ. 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 Ну, как я и сказала, мы будем окончание прибавлять к осьнове. Наталья, скажите нам, как будет? Я говорю. Наталья прибавила к основе пуху окончание N. Дальше. Ты говоришь, Елена. То же самое. К основе прибавили окончание местоимения сина. Елена скажет, он или она говорит. Елена удлиняет последнюю гласную основу. Ольга скажет, мы говорим. Валерия скажет, вы говорите. И Наталья, они говорят. Хорошо. Значит, по такому же принципу мы возьмем следующий глагол, который нам сегодня потребуется. глагол АСУА. Глагол АСУА. Жить. Нам нужно сегодня посмотреть глагол ОЛЛА. Глагол ОЛЛА имеет основу ОЛЛЕ плюс окончание. Переводится глагол ОЛЛА, да? Быть есть или глагол связка. То есть он служит для связи слов в предложении. Глагол ОЛЛА быть. МИНА ОЛЕН. СИНА ОЛЕТ. ХЯН ОН. МЕ ОЛЕММЕ. ТЕ ОЛЕТТЕ. ХЕ ОВАТ. Мы научимся сегодня немножко рассказывать о себе. Для этого мы сделаем такой план. Солнышко такое в тетрадке. Теперь узнаем, как спросить, как тебя зовут? КУКА СИНА ОЛЕТ. КУКА СИНА ОЛЕТ. И мы ответим, то есть МИНА ОЛЕН ДАРЬЯ. КУКА СИНА ОЛЕТ. МИНА ОЛЕН НАТАРЬЯ. КУКА СИНА ОЛЕН ДАРЬЯ. Следующий вопрос разберём. Где ты живёшь? Записали. Закроем нашего мумитроля. МИССА СИНА ОСУД. МИССА СИНА ОСУД. И как же у нас будет? Где мы живём? Все мы живём. В одном городе? ПЕТРОСКОЙ. Записали. ПЕТРОСКОЙ – это ПЕТРОЗАВОДСК. Ну, всё не просто так. Чтобы сказать В ПЕТРОЗАВОДСКИ, мы прибавим окончание ССА. Окончание ССА означает В чём-то. Я живу в ПЕТРОЗАВОДСКИ, Елена скажет. МИНА АСУН ПЕТРОВСКОЙ СА. Следующий вопрос. Какой ты национальности? МИНЬКА МАЛАЙНЕН СИНА ОЛЭТ. МИНЬКА МАЛАЙНЕН СИНА ОЛЭТ. Да, вопрос сложный. Мы его как бы делим на несколько частей. МИНЬКА – вопрос. Потом МА. МА означает страна, земля. И суффикс ЛАЙНЕН мы прибавляем, когда хотим сказать о национальности. Получился на первый слог ударение. МИНЬКА МАЛАЙНЕН СИНА ОЛЭТ. Значит, здесь нам потребуется местоимение. Я – есть. То есть МИНА ОЛЭН. И русский будет ВЕ НА ЛАЙНЕН. ВЕ НА ЛАЙНЕН. Записали. Это русский. МИНА ОЛЭН ВЕ НА ЛАЙНЕН. Следующий вопрос. Следующий вопрос. На каком языке ты говоришь? Записали. МИТА КИЕЛТА СИНА ПУХУТ. И повторим. МИТА КИЕЛТА СИНА ПУХУТ. Молодцы. Здесь нам потребуется глагол ПУХУА. А теперь узнаем, на каких языках мы говорим. МИНА ПУХУН ВЕ НАЯ. ВЕ НАЯ. Это русский язык. Это русский язык. Но когда мы скажем, я говорю на каком-то языке, здесь мы удлиним и прибавим окончание А. МИНА ПУХУН ВЕ НАЯ. Или, например, я говорю по-фински. МИНА ПУХУН СОМЭА. Окончание А. МИНА ПУХУН СОМЭА. МИНА ПУХУН СОМЭА. МИНА ПУХУН СОМЭА. МИНА ПУХУН СОМЭА. ХВА. Может кто-то еще говорит на каком-то языке здесь? По-английски. Ольга, хорошо, по-английски. МИНА ПУХУН СОМЭА. ЭНГЛАНТИЯ. ЭНГЛАНТИЯ. Валерия, МИТАКИЕЛТА СИНА ПУХУТ? МИНА ПУХУН ВЕ НАЯ. ЭНГЛАНТИЯ. Я... Немецкий язык я хотела. Ага, немецкий язык по-фински. А что такое Я, Валерия? Это ИЛЬ, мне казалось. Я по-фински это И. И, да? Можем связать наше предложение. Я СОМЭА, например. А немецкий язык? САКСА. Прибавим окончание А. МИНА ПУХУН САКСА. Наталья, МИТАКИЕЛТА СИНА ПУХУТ? МИНА ПУХУН ВЕ НАЯ. Отлично. Следующий вопрос. Ты работаешь? ОЛЭТКО СИНА ТЮЭССА. Повторили. ОЛЛА ТЮЭССА. ОЛЛА ТЮЭССА. ОБОЗНАЧАЕТ. РАБОТАТЬ. То есть, он уже готов. С формой ОЛЛА. ОЛЛА ТЮЭССА. РАБОТАТЬ. Дословно быть в работе. РАБОТАТЬ. Я работаю. Как скажет Елена? Всё понятно? Пока всё понятно и финский это просто. Ну и последний вопрос. Ты замужем? Ты женат? Ну опять нам потребуется. Готов тут глагол для нас. То есть я есть замужем, я есть женат. В финском языке быть замужем, женат один глагол используется. Олла наймесисса. Или Олла найматон. Найматон. Обозначает я не женат, я не замужем. Спросим у Натальи. Наталья. Оллет косина наймесисса? Мина олен наймесисса. Валерия, оллет косина наймесисса? Мина олен найматон. Угу, хорошо. Ну как, у нас понятно? Есть вопросы по этой теме? То есть теперь вы можете поздороваться, поприветствовать, познакомиться, спросить, как тебя зовут, где ты живёшь и так далее, да? И ответить. И это всё за один урок финского языка. КИИТОС ОПИТУНИШТА! Я ТАВА ТАНТАС! КИИИТОС! ОПИТУНИШТА! ПОДАСТАВА! А теперь для наших телезрителей есть сюрприз Викторина. Дорогие телезрители, Центр Инициатива предлагает вам принять участие в Викторине, посвящённой образованию Финляндии. Викторина поможет вам стать более эрудированными, а также выиграть специальный приз – курс финского языка в Летнем университете Хельсинки летом 2015 года. Курс рассчитан на 52 академических часа. Итак, первый вопрос. Сколько высших учебных заведений в Финляндии? Варианты ответа. Первый вариант – 5. Второй вариант – 14. Третий вариант – 40. Четвёртый вариант ответа – 100. Чтобы принять участие в Викторине, вам необходимо вступить в группу ВКонтакте, которая называется «Бесплатное образование Финляндии». Вам необходимо в соответствующей теме, которая будет называться «Викторина финский – это просто», оставить ответ на поставленный вопрос Викторины. Те участники, которые правильно ответят на все поставленные вопросы, будут участвовать в розыгрыше главного приза «Участие в курсе финский язык в Финляндии». Желаем вам удачи! Участвуйте и выигрывайте! Живите ярко! Учите иностранные языки с Центром Инициатива и путешествуйте с удовольствием! Звездоок Продолжение следует...